Дорогие друзья, гости-подписчики, сегодня у нас 5 февраля, у нас зашли томаты. Вчера я показывала, что начинали наклевываться 4 февраля, через 4 дней. Вот сегодня пятый день, у нас прекрасно зашли, очень дружно зашли вот эти томаты. Дружные сходы. Это у нас томат Дина. Вот это вот. Здесь у нас томат Челнок. И здесь у нас томат, вот начинает сходить еще только комнатный сюрприз. У него там уже видны петельки, он сходит дружно, но чуть-чуть подольше, потому что, ну почему, не знаю. Я горшочки переворачиваю к теплому и к свету местами. Вот у нас томат Дина. Вот эти томаты сейчас у нас находятся на стадии всходов. Посажены 30 января. И получили ему вот всходы. Это у нас семенной материал будет. Вот у нас кошка, видите, куча тоже томатиков. Кстати, у кого есть кошки, прячьте семена томатов, перцев. Они съедают лепесточки. Мы один раз остались без семян. Эти томаты невысокие. Их можно сажать в комнатных, в квартирах, на балконах, лоджиях. Где-то украшать. Они очень хорошие дают урожай и красиво. Следующий сорт у нас тоже вот прекрасно начинает расти. Это сорт дюймовочка. Видите, все они у нас всходят. Их семян мало было у меня. И последние семена. И это у нас тоже будут посадочные, будущие материнские. Маточники это. Сорт дюймовочка. Вот, пожалуйста. Это высокорослые. У них высота растения где-то метр двадцать, метр пятьдесят. Подплёночные укрытия. Очень сладкие. Детки любят такие томатики. И красивые. Так что вот, дорогие друзья, оставайтесь с нами. Да, ещё хотела сказать. Полив производим пока все. Полив производим только вот таким методом распрыскивания. Не заваливайте землю, чтобы была рыхлая земля. И чередовать полив водой и рыхление. Рыхление это сухой полив называется. Так что сейчас мы томаты все открываем. Больше не закрываем. Оставим на светлое место. И на ночь температуру снижаем. Или приоткрываем в порточку. Уложим градусник. У меня я закупила три-четыре градусника. Один был, три градусника купила. И держим температуру обязательно. Снижаем в ночное время до восемнадцати градусов температуру. Иначе сеньцы у вас вытянутся. Делаем подсветку любым способом фитолампами. С лампами дневного света. Но желательно, чтобы еще присутствовал красный свет. Это необходимое для фитос... Ну, как сказать в научном-то. Ну, необходим этот свет для растений. Потому что солнца у нас сейчас маловато. И красный свет будет заменять немножко солнечные лучи. Ну, все. На этом заканчиваем. Делайте заявочки. Как я говорила, заявки можно потом отменить. Заявка, оплата заявки будет только... Меня спрашивали уже, я в одном видео говорила. Оплата при получении вами семян. То есть наложены платежом. Все. Спасибо за внимание. С вами была ЛПХ Аленка. Хороших вам семян. Хорошей погоды и хороших урожаев. Пока-пока.